здравствуйте с вами рубрика полезно знать и я одесский психолог марина аргунова сегодня мы с вами поговорим о том как безболезненно перейти от каникул к учебе конечно же все мы любим отдыхать и самой большой большой радостью для родителей являются эти каникулы но и в то же время большой ошибкой родители является в период каникул то что они не соблюдают режим дня ребенка почему же так важно сохранить режим дня этот это тот самый вопрос который задается абсолютно всеми родителями на кануне новогодних каникул в праздничные дни конечно родители частенько разрешают детям своим вставать утром попозже отменяют дневной сон если ребенок просят об этом и соответственно позволяют на час на два позже ложится спать вечером в результате к концу каникул устоявшийся режим дня меняется полностью и только накануне первого учебного дня родители опомнившись вдруг срочно пытаются вернуть все на круги своя ну и конечно же без скандалов тут не обходится я вам сейчас расскажу пять причин почему нужно сохранять режим первое это режим помогает дисциплинировать ребенка он спокойнее и увереннее переживает смену деятельности от прогулки к идее ко сну к занятиям далее режим помогает ребенку приспособиться к своим биоритмом так скажем его организм сам привыкает выполнять те или иные действия в определенные какие-то часы когда такой режим сбивается ребенок может стать нервным капризным и чтобы вернуться его снова при вернуть его снова в привычный ритм потребуется много усилий со стороны всех членов семьи также врачи отмечают что дети которые соблюдают режим дня физически более крепкие активные и меньше переутомляются и конечно же реже капризничают режим дня помогает детям легче воспринимать новую информацию им проще дается процесс обучения и заполнение домашних заданий дети соблюдающий режим дня более-менее самостоятельны поскольку четко знают в какое время лучше делать то или иное чтобы иметь свободное время для любимых занятий или тех же просмотров мультфильмов как же сохранить режим дня в празднике именно максимум отклонений от режима можно позволить ребенку только 31 или 1 января эти дни ну как-то в общей суете детям действительно трудно соблюдать какой-то обычный распорядок дня конечно всем хочется вместе с семьей побыть за праздничным столом встретить новый год однако дошкольники особенно редко могут преодолеть усталость которая проявляется гараж гораздо сильнее и мало кто способен дождаться боя курантов скажем так и поверьте в этот момент нет необходимости расскажите что лучше вовремя лечь спать и тогда дед мороз обязательно заметит это и желанный им подарок обязательно будет ждать его под елкой и конечно же сами не засиживайтесь в новогоднюю ночь ведь утром ребенок обязательно захочет поделиться с вами радостью и показать какие замечательные подарки ему принес дед мороз лучше чтобы родители были готовы к этому и смогли разделить конечно же детскую радость поездка в гости не должна сильно влиять на режим дня ребенка если в обычные дни он ложится спать например в 21 00 до то родителям придется постараться и вернуться домой к этому времени иначе накопленную усталость будет трудно компенсировать в течение всех праздников в праздники дети с удовольствием смотрят телевизор море шедевров мультипликации в эти дни удерживать малышей перед экранами но не стоит позволять проводить время у телевизора или за планшетом больше чем в обычные будни дни лучше на полчаса дольше например сдержаться на прогулке чем вы за телевизором за три дня до конца каникул полностью восстанавливайте привычный режим дня строго обязательно по часам время занятий в школе замените прогулкой а дальше обедом если есть дневной сон или просто отдых по расписанию строго следите за тем чтобы ребенок ложился спать в 9-10 часов вечера помните что у дошкольников и младших школьников для полноценного ночного сна требуется 9-10 часов ребенок до 5 лет должен спать около 12 часов в сутки при этом полтора часа из них приходится на дневной сон и тем самым чтобы обратно вернуться в русло учебы скажем так не нарушайте режим дня ребенка ведь из этого всего ничего хорошего не вытекает с вами была рубрика полезно знать и я детский психолог марина аргунова всего вам доброго